Привет, подписоты и случайные зрители. С вами я, Штурмовик Вадимович, и сегодня у нас обзор на вот этого белого красавца Nissan GTR Nismo. Поближе я вас познакомлю буквально через несколько секунд. С вами Штурмовик Вадимович, а мы начинаем. Это набор под артиклом 76896 линейки LEGO Speed Champions. В нем 298 деталей и год выхода 2020. 2020 содержит одну мини-фигурку пилота и сам автомобиль. Я думаю, начнем не самого сладкого, с инструкцией. Так как набору этому уже 4 года, о, помеялся он у меня 3 года назад, получается у меня ему 3 года, инструкции остались вот в таком состоянии, коробка была выкинута, коробки нет, поэтому будем обозревать инструкцию. Инструкция самая стандартная, то есть шаги, как собирать автомобиль, два пакета было, перечень деталей, также в конце есть рекламка Лего Лайфа, который был что-то по типу инстаграма, только во вселенной Лего, его уже прикрыли, насколько я помню, и реклама Forza Horizon 4 коллаборации Лего, который был Макларен, Феррари и еще какой-то, еще какой-то вездеход. Особо ничем инструкция не отличается, обычная инструкция, без обложки. Все еще не переходим к самому автомобилю, а поговорим о мини-фигурке, а точнее о его пилоте. Имеет гаечный ключ и фак. И красный шлем. Обычный красный шлем, ничего примечательного, поэтому можно его убрать. Фокусировка. Так, отлично. Имеет белый спортивный костюм, не в смысле спортивный, как у спортиков, типа Adidas, а в смысле белый спортивный костюм для пилотов. С надписью Nissan Nismo, тут на штанах тоже надпись Nissan Nismo. Раз, два, три. Три надписи Nissan Nismo, белый костюм, какие-то каштаново-седые волосы, я не знаю, какой-то оттенок, пускай будет грязно-грязный какой-нибудь, грязно-русый, я не знаю. Желтое лицо по классике LEGO, песочно-голубо-серые перчатки, ну и в принципе все. Мини-фигурку мы отставим вот сюда, хотя, я думаю, ее вообще можно убрать из кадра и перейти к самому автомобилю. Что я могу сказать, опа, он укатился, что я могу сказать про автомобиль. Неплохая модель, хорошо скопирована, есть косяки в виде наклеек, ну, в смысле того, что их очень много, а не в смысле из-за того, что они вообще есть. Лучше бы, конечно, что их вообще не было, но все же уже к этому можно было привыкнуть. Но то, что их тут многовато, да. Все еще есть принты, допустим, как на капоте. Сейчас. Как, допустим, вот тут на капоте это принт. И и все. Больше нигде принтов нету. Вот это, 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 вот тут, 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 вот тут. И вот тут это еще сверху две. Это все наклейки. И вот на стекле еще одна наклейка. Я забыл сказать. Вот тут еще принт есть Детальки с принтом Три детальки с принтом Маловато Но да ладно Модель сама по себе крепкая, хорошая В принципе брать можно Имеет неплохую морду переднюю Хорошо скопированную Сбоку тоже выглядит отлично Также есть спойлер Хорошо скопированные фары Которые стоят наискосок Неплохая идея Также и Также есть Две серебряно-металлических Трубы Выхлопных Не знаю как вот эта штука называется Бампер пускай будет Задний бампер Место под номер Спойлер Здесь сбоку Типа имитация дверей Типа наклейки Порог Колеса С этой стороны тоже самое Ничего нового Сверху Можно увидеть Капот Крышу автомобиля И также есть отсек Под волосы Под запасные диски И под гаечный ключ И под гаечный ключ В заднем стекле Вот так вот Не знаю было ли это сделано Намеренно Или Это вышло случайно Но Оно есть Как у оригинала Механическая коробка передач Из-за вот этого рычага Черный руль Скорее всего не видно Надо перейти к свету Поближе Вот Красные спинки Ну в принципе Ничего такого особо Выдающегося Хорошая Крепкая модель То есть Вот я вам сейчас могу Продемонстрировать Ну то есть Не разваливается Хорошо сделанная модель Да это может Как-то послужить Плохо для деталей Но Проверка на ударопрочность Только спойлер Чуть-чуть Погнулся Как бы Хорошая Крепкая Модель Брать можно Да Конечно Проблема того Что сейчас Вы эту модель Найдете только У перекупов На авито Или на других Площадках Потому что Она уже вышла Из производства Потому что Как я сказал 2020 год Сейчас вы ее найдете Только у перекупов Ну если хотите Можете Поискать себе Взять Очень даже Хорошая модель Для ниссана То есть Двухместная Восьми пиновые Ниссаны Это был Получается Ниссан Скайлан Прошлого года И вот Вот этот Ниссан Нисмо То есть Если вы хотите Для стритрейсинга Берите Ниссан Скайлан Если вы хотите Более спортивную модель Берите Нисмо Если хотите И то и то Берите И то и то Стоил Стоил он В районе Что-то Двадцати Тридцати Баксов Это На тот момент Было Две Три Тысячи Рублей Вот Сейчас я не знаю Сколько Это Он будет Стоить Ну как бы Хорош Повторяюсь Третий Раз Модель Хорошая Хотите Берите Хотите Не Берите Вас никто Не заставляет Это было Лично Мое мнение С вами Я Штурмайк Вадимович Всем спасибо За просмотр И пока Субтитры